Первое – это пожрать. Легче всего получить удовольствие. Второе – заняться сексом. Удивите нас чего-нибудь сегодня. Вот удивите. Ребят, вы врете, вы живете ради своих детей, чтобы они выросли, и потом вас обслуживали. Если человек пошел в психиатрию или в сексологию, это означает, что он где-то посвистывает попялить на живого сексолога, сказать «я был сексологом». Да ты что, да? Удивить меня чем-то наличием там 20 партнеров за час или еще чем-то, конечно, я уже этому не удивляюсь, потому что я тоже слышал. И звонит мне под подушкой и спрашивает «а что делать, если у меня вот так вот?» Приходит вот так, притаскиваясь за руку, сажает на диван и говорит «слушай, тварь». Мужчины все-таки существа менее эмоциональные, более примитивные. Пробуют поменять партнершу, сходить в проститутки, в Виагру или еще что-нибудь. То есть если человеку помогает, неважно, как уровень переливания мочи ослина через ручку двери, ну, значит, осел молодец, и молодец, кто переливает. Пусть это будет шаманка в восьмом поколении и ведьма пятого уровня. Она помогает людям, значит, она помогает, она молодец, я перед ней преклоняюсь. Я не верю тетенькам, которые до 38 лет работали продавцом в «пятерочке». Потом мы у нее открыли способности, и она решила, что она может лечить людей. Кажется, дрочи так и хочет. Александр Копланович. Врач-психотерапевт, сексолог, кандидат медицинских наук, автор многочисленных публикаций на тему близких взаимоотношений. Много лет Александр Петрович занимается частной практикой, а также проводит семинары на небольшие аудитории – 7-10 человек. В настоящий момент в планах выступления на широкую публику. С организаторами этого события мы и встретились в приемной у доктора. В 89-м, 90-м году специальность сексология была очень такая интересная, потому что начиналась в России а-ля сексуальная революция. Пришла к нам Мануэль, пришли все части порнофильмов хороших немецких. Поэтому люди стали интересоваться, люди стали немножечко в эту сторону смотреть. Ну, бешеный был поток пациентов. Почему люди приходили с задачами абсолютно различными, которые не имели ни о кого, по сути, отношения даже к проблемам истинной сексологии. То есть было интересно, как, знаете, как обезьянка на пляже снимается, попялить на живого сексолога, сказать, я был сексологом. Да ты что, да? Считается, что основополагающая проблема сексологии – это не ниже пояса проблемы нашей с вами головы. Наверное, проблемы изменились. Люди сейчас стали все-таки немножечко, немножечко глубже относиться к своему состоянию психологическому, эмоциональному, социальному и так далее. Раньше все-таки основной поток пациентов – это были люди с наркозмеями, люди с вреденностями. Мужчины, когда я занимался мужчинами, это были люди с пониженной эрекцией или с ускоренной экуляцией. Вот это четверка от этих проблем, которые занимали все. Теперь люди приходят все-таки ко мне чаще не как врачу, наверное, сексологу, а как врачу-психотерапевту-сексологу. Они хотят лучше свое состояние, они хотят понять, что с ними не так. И в этих рамках они хотят лучше свою сексуальную жизнь, как одну из больших сфер нашей жизни – получения нами удовольствия. Средний возраст 35 плюс-минус 5-7-10 лет, потому что к 35 годам женщина достигает своего пика и сексуального, и эмоционального развития. Это один момент. Второй момент, безусловно, момент социальный. К 35 годам она обычно устаканивается с мужем, с детьми, с какой-то работой, и уже может заниматься собой. И она решает заниматься и приходит ко мне. Здесь идет зависимость от уровня образованности человека. Бывают такие истории, когда женщина в 18 лет потеряла действенность, вышла замуж. К 36-40 годам она открыла глаз, посмотрела и сказала, «Ва, я ничего в этой жизни не видела». И она находится на уровне условно 16-летней девочки, которая вчера потеряла действенность и что-то ищет. Поэтому я бы не сказал, что поколение сильно отличается. Образовательный индекс, о котором мы говорили с вами, уровень интереса, запрос создают, как бы вот человек, рожденный в 80-м или в 2000-м году, они могут не отличаться. Как они до этого дошли, как они к этому пришли. Ну, в индивидуальной работе трудности всегда бывает, понятно, случается смущение, преодолевается здесь достаточно быстро, определенными путями, определенными способностями. Вы коллективной, семинарской, будем называть, работе. Я обычно, знаете, даю индульгенцию такую людям следующего характера. Смотрите, вы все сюда пришли, допустим, не знаю, 10, 15, 50 человек, вы все сюда пришли, у вас все в порядке. Не в порядке у тебя с мамой молодой, у тебя с сестрой, у тебя с подружкой, у тебя с начальницей по работе. Вы хотите послушать для себя, это перенести? Вам ничего не надо, вы все здесь девочки здоровые. И когда вы задаете вопросы мне какие-то, вы никогда, я даже иногда на семинарах настаиваю, чтобы это не звучало вопросом от себя. Вопрос следующий. Доктор, у меня двоюродная сестра, у нее такая проблема. Вообще не говорите о себе. Такой самообман, но так легче. Я бы сказал, что процент получивших реальную хорошую помощь, процентов 85. 15 мимо – это мой косяк, косяк пациентов, косяк нашего социума. Я считаю, это нормально, я не должен помогать всем. Если какой-то специалист скажет, что я помогаю 100% людям, я думаю, что он врет. Маленькая двухминутная лекция об эмоциях. В нашей жизни эмоций не так много, считается у нас всего 7 базовых эмоций, не буду их перечислять. Каждая эмоция несет под собой какой-то энергетический потенциал. Чтобы человек эмоцию выразил, ему должна внутри быть какая-то энергия. Когда человек эти эмоции не выражает, энергия, которая была дана для выражения эмоций, она падает в ваш организм. У кого в печень, у кого в почке, у кого в легкие, у кого в мочевой пузырь. Человек начинает страдать историями, которые обобщенно называются психосоматикой. Поэтому, когда человек умеет выражать свои эмоции, умеет с ними работать, умеет их видеть, умеет их отслеживать и не боится этого, он просто становится чистым. Он из болота превращается в речку, которая водичка значительно чище, чем в болоте. Если секс мы воспринимаем как получение удовольствия, удовольствие – это эмоции, поэтому связаны напрямую, Ольга. Эмоциональное состояние в сексе, насколько человек боится его, насколько опасается, насколько тревожится, насколько он к нему готов, насколько он готов быть там честным или чистым. Это все имеет под собой эмоциональный аспект. Я не могу научить людей эмоции, но могу людей попытаться научить управлять своими эмоциями. Это две разные истории. Оскудение, такая выхолостность эмоций, она присутствует, я ее вижу и очень часто наблюдаю. И о чем мы говорили, люди пытаются сделать как положено, они пытаются сделать как все делают, они стремятся к какому-то эталону, они не смотрят за собой. Когда они смотрят за собой, они превращаются в ту траву, которая растет на свежевыкашенном газоне. То есть они все одинаковые, поэтому о каком эмоциональном, каком сплеске может идти речь. Рецепт – сесть в лесу, прислониться к березке и сказать себе, что все, что вас окружает, это внешнее, это интересно Маше, это Глаше, это интересно моему мужу, это интересно моим детям. Посмотреть на себя и понять, что интересно тебе, что тебе может доставлять какое-то ощущение счастья, восторга, удовольствия. То есть ориентироваться не на то, что у всех, ориентироваться прямо вот на себя. Не бояться это признавать, не бояться смотреть в глубину. И тогда вот это рецепт счастья идти за этим хозяйством.